В прошлом году электронная почта отзнаменовала свой 40-летний юбилей. Сегодня я хочу поговорить о том, как мы используем почту, какие есть проблемы и какие есть альтернативы для общения между людьми. Представим себе, что вы уехали куда-то отдыхать, далеко-далеко, где нет интернета, ну или просто вы отдыхаете по полной, не сортируя почту, каждый день по нескольку минут. Возвращаетесь вы домой и видите, что ваш инбокс переполнен. Наверное, многие из нас сталкивались с этой ситуацией. Ну, эмоция приблизительно вот такая. Вам предстоят многие часы сортировки почты, причем непонятно, будет это полезно для вашей работы или нет, то ваши коллеги, обрадовавшись вашему появлению, вам еще присылают писем. Ведь работа идет. Зачастую все это заканчивается тем, что почта удаляется. Ну или есть какие-то хитрые способы в виде растаскивания в другие ящики. Ну, в общем-то, будем откровенны, все равно это заканчивается тем, что эта почта мало используется. По данным компании Семантик, которая занимается безопасностью, в июле 2011 года 77,8% почты было спамом. Только 22,2% корреспонденции, которые мы получаем, это хоть что-нибудь, насколько-нибудь полезное. Какие же функции выполняет почта? Мы принимаем сообщение, где-то что-то произошло, нам приходит письмо, которое не требует ответа. Люди в почте что-то обсуждают, делятся мнениями, планами. С помощью почты редактируются документы. Вы что-то редактируете, отсылаете своим коллегам, и так этот документ ходит по нескольким авторам. Через почту выясняется задача, их статус ставится задача. И так же в почте мы храним что-нибудь на черный день. Эта информация пришла, мы ее куда-то положили в отдельную папочку, для того, чтобы к ней вернуться. Какие же с этим проблемы? Давайте проиллюстрируем на примере работы с документами. Представим себе, что вы редактируете какой-то документ и посылаете его к своей коллеге. Коллега этот документ редактирует, возвращает вам назад, снабжая какими-то комментариями. Это похоже на настольный теннис. Мячик налево, мячик направо, мячик налево, мячик направо. Но все это хорошо и весело до тех пор, пока не возникает желания поправить документ тогда, когда новая версия находится у вашего коллеги. Ситуация обостряется, когда людей больше, чем двое. Ну ладно, бог с ним сработает. Представим себе, что вы захотели в пятницу где-то в середине дня поехать отдохнуть с друзьями. Нужно быстро решить, кто что покупает, собраться и поехать. Не хочется время тратить на переписку, выяснение. Более того, середина рабочего дня по телефону особо на тему шашлыка не поговоришь. И также, какие есть проблемы. Ну, прежде всего, электронная почта навязчива. Сообщение приходит тогда, когда кто-то захочет или когда рассылка решила, что вам это сообщение нужно. Это отрывает от работы и более того, нет возможности от этого каким-то образом отписаться, отказаться. Если вас ставят упорно в копию в письме, которое вам не очень нужно, вы не можете прямо сказать коллегам, не ставьте меня в копию, но это будет обидно. Более того, своим ответом вы тоже их оторвете от работы. Кроме того, сортировка и поддержание почты в более-менее удобовариваемом состоянии занимает много времени и энергии. И с этим что-то нужно делать. Кроме того, почта не дает информации, которая актуальна. Вот вы зашли и посмотрели. Для того, чтобы выяснить, а что у нас с этой проблемой, какая у нас задача, сейчас нужно все равно еще раз написать кому-то, для того, чтобы эта информация пришла. Сначала я хотел бы поделиться некоторыми простыми способами, которые я и мои коллеги выработали в процессе работы. Как уменьшить количество корреспонденций, которые приходят, чтобы было удобнее работать. Но прежде всего можно просто поговорить с помощью телефона, позвонить или собраться вместе. Один секрет, который используется в IT-индустрии, совещания должны проводиться стоя. Люди, которые собираются в кружочек и стоят, не склонны долго обсуждать какие-то темы, вся такая летучка занимает минут 10-15, и люди потом расходятся по своим местам, после этого высылается одно письмо, в котором все выводы и решения, которые были не приняты, рассылаются, чтобы все знали, что и как. Кроме того, очень помогает ясность почты. Не стоит разводить очень длинное обсуждение в одном письме, потому что и информацию сложно потом понять, и люди, которые принимают это письмо, путаются в нем. Краткое обсуждение, один вопрос, одна тема. Если вдруг в процессе обмена писем тема меняется, нужно поменять поле темы в письме, для того, чтобы те люди, которые получили новую тему, новый вопрос, не путались. Желательно посылать письмо одному человеку, но так проще работать. Один человек, который получил письмо, он знает, что он на него будет отвечать. Более того, минимальное количество людей получит это письмо, если вы будете ставить только тех людей, которым эта информация нужна. Отвечая на письмо, подумайте, а действительно ли все люди, которые стоят в этом длинном списке, нуждаются в этой информации, или эта информация к ним может дойти каким-то другим способом. Технологии RSS позволят получать меньше писем и доступаться к информации тогда, когда вам это действительно нужно. Многие люди подписываются, я в том числе, подписываются на какие-то новостные сайты, которые присылают очень много писем. Всегда хочется быть в курсе событий, но эта информация, она приходит и переполняет инбокс, или нужно все время тратить время на сортировку этого. Все, что приходит, и мы не можем от этого отписаться с помощью новостных кредитов, нужно сортировать автоматически. Большинство почтовых систем поддерживают фильтрацию. Таким образом почты станет меньше. Но что же делать с проблемой совместного редактирования документов, если четверо людей собрались что-то вместе поменять? Альтернатива видится в том, как люди работают в обычном реальном мире. Перейти к совместной работе в виртуальном пространстве. Централизация информации с помощью систем, групповой работы позволяет людям модифицировать что-то в системе на одном сайте и получать сообщение даже в ту же электронную почту, если что-то произошло, что-то поменялось. Обсуждение удобнее вести в Google Groups, в социальных сетях или с помощью группового чата. Вот так выглядит Google Groups, который может работать и как электронная почта, которая рассылает. Или вы можете участвовать в группе, получая одно сообщение с суммарной информацией за тот период, который произошел, за один день. Или вы можете получить все письма в одном письме в конце дня. Или просто зайти в любой момент времени, когда вам нужно, через веб-интерфейс посмотреть, что же происходит. Есть класс задачек в системе управления проектами, которые позволяют распределять работу между разными людьми, обмениваться комментариями по поводу задач, пристыковывать документы к задачам или структурировать информацию через вики-страницы. И люди, которые работают с этим, приходят туда, когда им удобно и когда им нужно, выполняют свои задачи в этих системах. Работа с документами. Google Docs, Microsoft Office, Zoha и другие системы позволяют людям работать в одном пространстве документа, не пересылая его. Вот это пример работы с электронными таблицами в Google Docs. Справа можете посмотреть, вот три моих коллеги редактируют документ вместе со мной. И можно в это время еще и пообщаться здесь по поводу чата. Ничего, никакого дополнительного программного обеспечения не нужно устанавливать. Все это делается в окне браузера. Или вот пример работы с документом, в котором можно обмениваться комментариями, редактировать все вместе. Комментарии приходят и обновления приходят как уведомления в почту. И прямо из почты можно ответить что-то или откомментировать. Если нужно поработать с файлами, то есть системы Dropbox, SkyDrive, RFS. Файлы автоматически распространяются между разными рабочими станциями. Не нужно пристыковывать письма и отсылать их к своим друзьям и коллегам. Итак, альтернативная групповая работа в почте. Живое общение. Простые правила выбора целевой аудитории ясности в письмах. Подписка на новости через технологию РСС автоматическая сортировка. А также централизация работы информации с помощью систем для групповой работы позволит сократить объем почты, которая к вам приходит. И работать с информацией с удовольствием. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ